Игнатий Тихонович, хотел вопрос вам задать по поводу молитвы. Сейчас я сначала вам скажу. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я вас слушаю, пожалуйста. Да, Игнатий Тихонович, хотел задать вопрос по поводу Иисусовой молитвы. Вот как у нас, ну, Лука сказал апостол, непрестанно молитесь, ну и у нас один из видов молитвы Иисусова. У меня вот такой вопрос возник. Сейчас все советуют молиться Иисусовой молитвой и сразу, во-первых, задержкой дыхания и сразу сводить ум в сердце. Так, минутку, подождите, как у меня тут мешает. Ну и что? Вот, но, во-первых, у меня не получается это. Вот смотрите, это у нас сотни со. Да. Мы считаем даже три святоя, царю небесный, это очень наш, и сто поклонов, и таких вот заходов на молитву не менее семи раз в день, не считая утренней и вечерней молитвы. Итого в день получается по тысяче поклонов. А вот нам, ну, вот и мирянам тоже это надо соблюдать? Ну, я же мирянин, я же не епископ, не священник. Как раз нам это и надо делать у нас, чтобы поддержать епископов, священников. Я вот когда молюсь, я поминаю 77 святых разных, пророков, апостолов, святых, мучеников. Каждое утро. И у нас это ролики выставляются. К нам люди разные приходят, и мы молимся. А там люди из разных стран даже. Они не знают, где поклониться, мы все рассказываем. Игнатий Тихонович, ну я вот тоже поклоны делаю. Вот, но вот как с Иисусовой молитвой быть? Не нужно заниматься этим, что ли, вот ум в сердце сводить? Вот вы как считаете? Или это все еще не мой уровень? Видите, это тайна человеческая. Так, он молится, стоит, кланяется. И юродивый стоит, тоже молится. А потом царь подошел. Вот сколько народу много. Он говорит, от полтора человека было. Я был, да ты половина. А остальное половину службы, ты на Воробьевых горах думал, как известку завести туда. Вот и все. Был или не был. Бывает, человек парализованный лежит, а он в Иерусалимских вратах. А другой стоит весь одет и ему прислуживает, а его нигде нет. Знать вас не знаю, говорит Господь. Стоит я не такой, как проще, как этот мытарь. Вы помните, притча какая. И пошел менее оправданным. А все платит, десятину платит. Посты соблюдает два раза в неделю, среду, пятницу. Вот так. Это как я. Игнатия Тихоновича, да. Ну это все, это все. Я понимаю, да. А я вот слушала оптинские старцы, говорят, что молитву вот такую вот настоящую, ну Бог не дает, потому что человеку это не полезно. Он сразу вознесется, возгордится. И будет в сердце возношение. Будет еще хуже, чем было до этого состояния. Может поэтому и нет такой молитвы внимательной, что Бог не дает ее. Это навык, это все разговоры. Когда притчащит, она начинает молиться так крепко, что небеса содрогаются. То есть просто молиться и все. Теплая нужда. Понимаете, а нужда бывает по болезни. Кого-то забирают в армию. Какой-то развод у дочери с детьми остается. Да мало ли что. Или еще что-то в дороге, опасность какая-то. И тогда человек понимает, помощи ниоткуда нету, только Господь. И вдруг Господь посылает помощь. Раз до другой Господь укрепил уже в вере. И мало того, надо молиться своими словами. Павел говорит, открывайте свои желания перед Богом. Открывайте. А у меня какое желание? Я тогда и говорю, Господи, по-простому. Вот апостолы молятся, когда написано. Они преклонили колено. И стали говорить, Господи, как гонят нас Понтий, Пилат и Ирод. Прям поминают их имена в молитве. А такой молитвы-то нет, чтобы Ирода Понтия поминали. И Господи, возри на угрозу их. И по молитве поколебалось место, где они апостолов говорят. Почему? Приспичило. Дальше бежать некуда. А вот теперь Господь ночью в темницу распахнул. И апостол вышел на свободу. И сражник Стефан крестился. Потому что они стесненные, ноги закованные в колодах, не шевельнутся. А они воспевали Бога. И Бог был рядом. Они в темнице, в темной. Там уголовники рядом сидят. Начальник даже хотел сам себя зарезать. Он думал, что убежали воины, его все равно казнят. Павел говорит, все мы здесь. Мы. То есть я один из них. Я тоже преступник. Когда считаешь, и думаешь, как все просто-то у Бога. А как молись? Господи, помилуй сына Давида. Такой молитвы-то нигде не было. А она вырвалась изнутри. А он слепой не видит. Господи, что хочешь? Он бы начал считать, Богородица, Дева, радуйся. Или что? А он только в одного пел. Господи, увидеть хочу свет. Я же слепой. Да будет тебе по вере твоей. И стражнику сказал. Слуга болеет. Иди домой. Он уже выздал. Да он давай справляет. Какое время? Да полпятого вечера люди с работы шли. И в это время он выздоровел. Это он. Закиньте сеть. Рыбы много. Лодка тонет. Это Господь. Бросился и себя не помнит. Подпоясался. Видите, в любом месте Писания мы находим удивительные чудеса молитв. Молитва ничего не значит. Это отзыв на молитву. Отзыв. Бог великий. А молитва, ну что, я стою, ну и что? Я смотрю, что мне меньше семи раз в день. Я на пенсии. Если бы пошли по ягодам, а в определенное место мы пришли, помолились. Пошли рыбачить. Он там нашел под деревню купа такая, легко встать, закрывая этот солнце, и там помолились. Куда бы ни пошли, у нас места для молитвы. На душе радостно. Это последний день моей жизни, а может последние минуты. И тогда мы уже прям соединимся с Господом, рядом будем. И Божья Матерь будет там. Мы святые. Какие мы счастливы, что православные-то. Игнат Тихонович, а дом, вот, ну, пока молитву начинаешь, ведь святые отцы советуют самоукорение, себя как-то укорять. А если вот, ну, в душе вот в этот момент нету этого, все равно себя заставлять как-то, да? Игнат Тихонович говорит так, вот один молится, со слезами всегда жарко, а другому, ну, некогда, когда-то мысли такие, что-то там не доделал, работать. Ну, оба молятся. А какая молитва дороже? Ну, та, когда вот ты стараешься, Бог за труды платит-то. А у того, как он уже настроился, он только становится на молитву, прям с Богом рядом. Вот эта молитва дороже. Вот Игнат Тихонович говорит, я говорю людям о Боге. Один обратился, другой не обратился. Мне награда за что будет? Когда не обратился. А когда обратился, я порадовался, часть награды я уже получил, говорит. И поэтому он говорит, кто слушает меня, пусть моя награда будет совсем маленькая, но только обратитесь к Богу. Видите, как у Бога все высчитано. Сколько шагов, говорит, до храма шел, считал, ангел считает шаги. Когда считаешь, что тебя святых, невероятные вещи, молитвы делали. Почему? И Господь близок. А там какое сердце было? Он сказал. Да мало того еще и с гневом сказал. А гнев, да, над Богом. Но надо направить его правильно. Потому что человеческий гнев бывает от Бога. Говорит, а разгневался Господь во гневе. И нам так же дает. Это не то, что такое. Он разгневался, он сказал громким голосом. А вы как понимаете? Киану крестить решили люди крестить. Еще надо-то. Ну идут уже. Уже обратились. Вот он их теперь давай крестить. По рождению их единой змеи. Вот это окрестил он их. А мы рассуждаем. Ой, батюшка такой ласковый. Вот головку поцеловал. Зацеловали любвисты. Ты сделай, говорит, так, чтобы солью приправленность было. Колосся нам Павел пишет. Чтобы люди поняли, и игра кончилась. Христианство златоустого. Это не шутка. Первым делом отречься с себя. А я за Богом хочу идти молиться. Не выйдет. Первый шаг с себя отречься. Второй возьми крест. С радостью неси терпением. Не ропщи. Бывает от жены терпеть нападки. От мужа, дети, на работе. Да мало ли что. За все благодари. Это вторая часть ступени. Первая просительная. Дай, помоги, избавь, сохрани просьба. А вторая молитва, возвышенная, благодарю. Написано за все, благодарите. А третья, ангельская. Слава Отцу и Сыну и Святому. Не прошу, ничего не надо. Аллилуйя. И вот эта ангельская песнь, ее нужно по ступеням все время в церкви. Это как богослужение. Маленько помолись, опять слава Отцу и Сыну. То есть церковное богослужение, это лестница на небо. Это небо на земле. Если бы мы понимали это все. Особенно литургию. Все понятно. Все понятно. Спасибо. Заходим на молитву, когда у нас. У нас свои дежурные там. Вот. И так свет мигнул, все заходят. За семь минут до богослужения. Семь минут. Ни одного шага никто не сделает. Даже не кланяется. Все замерли. Про себя мысленно молимся, благодарим за неделю. И чтобы у священника огненное было служение. Семь минут проходит. Вратарь царский открывается. Все поклонились. Служба началась. Каждый раз мы ввели эту подготовку. А откуда вы взяли? Из молитвослова православного. Был патриарх Алексей I. А это второй потом. И он написал. Когда становитесь на молитву, не торопитесь. Приведите чувство в состояние готовности. Асераха говорит, не искушай Бога, когда просишь. О чем просил, даже не знает. Не поминай имя Бога в суе. Если заговорил, я разговариваю с Богом. Великим и страшным. Любящим и долготерпеливым. Вот мы считаем слово пророка Еремии. Бог через него говорил людям. Господь, ты оставил меня. Я простру на тебя руку мою. И погублю тебя. Я устал миловать. Бог устал. Понятно, что это антропология такая дается. Чтобы приблизительно мы понимали, о чем речь идет. Вот какое дело. А то Бог никого не наказывает. А кто первый мир потопил? Господь. А кто Содом и Гаморр? А там были и кошки, и собаки, и младенцы. Все сгорело и на одно море ушло. Не надо играть. Бог страшен в правосудии. И когда прикасается к горам горы, говорит, дымятся. Давид поет об этом. У него молитва была такая, что она как будто сегодня утром описала ее. И мы должны благодарить и за Давида, и за то, что издали. Что переводчики перевели с еврейского нам неизвестного языка. И такой перевод чудесный. Двое переводчиков канонизированные. Филарет, митрополит, и алтайский наш архимандрит глухарек. Вот так. Я все поняла. Спасибо большое. Спасибо, спаси Христос. Спаси Христос, да. И вот у меня еще маленький вопросик. Можно вдогонку. Но вот по оптинским вопросам, если человек в жизни, вот он молитву не может совершать, то тогда Господь, если хочет его спасти, он ему в конце жизни посылает вот какую-то Голгофу. То есть, если не получается по жизни, тогда при смерти будем мучаться и стараться спастись. Вот правильно я понимаю, да? Да, Господь неоднократно об этом говорит. Кого люблю, того наказываю. Это любовь его такая. Кого люблю, того наказываю. И поэтому святые говорили, просить испытания не выдержу, тяжело. Не просить не спасешься. Господи, не знаю, чего надо. Ты сам знаешь, чего надо, то и подашь. Вот я тоже так чувствую, я боюсь просить это. Это хорошо. Страх – это начало мудрости. Спасибо большое. Слава Христу. Спаси Христу, отговорим. Вот. Я очень рад, что мы с вами познакомились. Мы с вашими родными познакомились. Они приезжали к нам. Да, я знаю, вот со славой каждый. Вот спорим, как вот вчера только встречались. Спорим только по госсовским вопросам, исключительно. Умница и страх Божий есть. Он говорит, сейчас только мы с ним переговаривали, что нужно, он столько знает. И по интернету. Вот он может вам показать, как к нам приезжает митрополит, патриарш от Кирилла, который митрополит, со священниками, как они у нас служат. А нас там обзывают сектанты, еретики. Ну, люди ничего не знают или безумствуют. Ну, если я сектант, а митрополит со мной молится, то канона на него, его сразу надо извергать из сана. Ну, что вы дурью маетесь-то? Что мы не так делали еще? Вот я говорю им, священникам, ну, вы маленько-то глядите. Ну, вот мы сейчас побыли, мы увидали, все по-другому. У вас такое богослужение. Один раз священник говорит, а что, сегодня раз и нет богослужения? Батюшка говорит, почему? Так уже время служить. Ну, так народ как собрался? Он выглянул, весь храм полный. И ни одного шума нет. А один писал, говорит, только ребенок один раз там на руках писал и замолкал. Как это так они сделали? Вообще нету ни шума, ни хождения, ни свечи. У нас торговли нету. Все бесплатно. Пришел, встал, полная тишина. И вот они когда видят у нас, все фотографируют, снимают. И начали у себя делать, а другие на них бросаются. Да ты что? Да деньги-то идут только через это. А у нас нету денег. Вообще нету. У нас включена десятина, и все на этом кое. Она от Бога. И поэтому, когда к нам приезжает епископ, он говорит, я многому научаюсь. У нас свой был епископ и тихий. А сейчас митрополит Сергий, патриарший. Он приезжает с объятиями, с поцелуем, и уезжает так же. Уезжает, обнимает, целует и благословляет. А люди, не зная ничего этого, берут на себя право судить. Да где же наши сучки до бревна-то? А я еще буду смотреть, как они молятся. То есть, я знаю, проходной двор в церкви, туда-сюда ходят в брюках. Ну, какие угодно люди. Никто ни за кем не смотрит. Убили тут авторитета этого преступного мира. Они гроб принесли, на гробу у них положена кожаная куртка. Священник выходит, отпевает. Преступник, грабитель у нас этого нету. Совершенно нету. И быть не может. Поэтому у нас священник, он имеет власть. Вот возьмите правило Василия Великого. Если женщина сделала аборт, отлучается от церкви, от причастия на 10 лет. Сегодня нигде, ни в одном храме этого нет. А у нас, чтобы он не был, запил один, на два года отлучается. С ним работают. И он стоит отдельно. Оглашено из идите, он выходит. Почему? Это работа, это церковь. Невеста Христова. Невеста, ее беречь надо. А не так, чтобы каждый грязными лапами хватался за нее. Как златоуздат руки в навозе и берете за царскую одежду. Похвала вам будет за это. Вот так. А вы знаете свое имя, как переводится? Мудрость. Мудрость, мудрость. А еще лучше премудрость. И поэтому надо соответствовать. Во всем обращаться к Слову Божию. Вот 12.48 Евангелие Теяна прямо говорит. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Для меня это был переходной период. Я в 23 года обратился по Слову Божию, а верил-то с пеленок уже почти. Все. Оно будет судить, я понял, мои знания, что я занимаюсь, чем это все во слете Библии надо смотреть. Я и специально сбросил, и все по-другому пошло. Бог меня наставил, открыл. У меня Библия, вот она. Когда начинаю с кем-то говорить, есть Библия? Да, есть. Я говорю, покажи, да где-то была, как где, она должна у тебя быть. День и ночь, это по благословению патриарха. Вот так. Мы рады, что у нас есть живое Слово. Оно называется Слово Божие, Святая Библия, Священное Писание. У нее три названия. Я Библию тоже читаю. Но я с толкованием, я сама это. А вот батюшка у нас и поедет назад, отец Сакимов в отпуске сейчас. Там где-то по Дивеево везде каждый год ездит. И вы можете с Вячеславом узнать, они в прошлый раз его встречали, даже дедушка там, говорит, был. Да, 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 я видела. Видела? Видели? Видео видела. Ну вот, видишь как, по-простому, по любви. Вот такое должно быть отец и дети. Такая любовь. Мы вот четыре месяца в деревне были, а сейчас осень, все собрали, там еще огородное, и приехали сюда. А теперь в городе. А наши там деревни. Деревня одна такая, на весь Советский Союз была. А уничтожено 21 тысяча поселений. И еще 10 тысяч сейчас добавляются. Полностью разрушены. Никого нету. Получили статус. Все, зарегистрированы. Государственная школа построили сами. Храм сами. Дороги сами. Пруды сами. А это государство должно делать. Я вот начальник детского лагеря был 45 лет, а сейчас в другом варианте еще плюс 3 года. И ни рубля государство не дал. Тысячи детей подняли. Понимаете, когда так для Бога у нас все с молитвы начинается, Евангелие, чтение в лагере, тогда на душе легко. Я отвечаю за детей. За 45 лет ни одного несчастного случая никто не заболел, не сгорел, не утонул. Были из Канады у нас люди, из Бразилии, из Америки, откуда только не были. По интернету искали, нигде такого лагеря нет. На нас натолкнулись, получили разрешение и прилетели сюда. И мать с детьми. А у нас еще и нету. Как живем, так и живем. Да, молитвы, да, посты все строго соблюдаем. Если растительное масло не разрешается, то у нас его не будет. По типикому. Да. Ну мы вот говорят, а как, почему так? Я говорю, я православный. И раз я православный, все разговоры окончены, я обязан соблюдать. Если не соблюдают и не православные, тогда не называются этим святым именем. Там разные баптисты, они не... И нет постов этих. Ну и понятно, раз нет, то и спроса нету. Как говорит Пеофан Затворник. Разная причина. То болеют, то гастрит, перитонит там придумывают. Вместе с церковью не поститься. Не могу, не хочу. Он говорит, когда умрешь, и когда демоны в ад потащат, тогда хочешь, не хочешь, пойдешь. Так что, начинай сегодня смирять свою гордость. Бог повелел. И так привыкаешь к этому, и даже ничего и нету. Вот у меня брат, он ездил где-то там, я не знаю сейчас где, в каком-то большом городе. Ну и священник говорит, видишь, человек 150 тут на исповедь пришли. Я так устал, ты помог бы мне, отец Аким. Он говорит, батюшка, ну я-то по-своему буду... Вот это и надо. Нет, ну у нас по канонам, так вот это и надо. Ну сам зашел туда, отец Аким... Он сказал, говорит, отец Аким приехал с Алтайского края, он будет вас сегодня исповедовать-то. Ну народу много, толпают, толпятся в очередь. Он сразу сказал. Правило 69 апостольское. Гласит, если человек не соблюдает посты, пост отпущается на два года. Поэтому кто не постился, можете идти. Исповеди вам не будет. А когда будете хотя бы год соблюдать среду-пятницу, согласно которой календари выпускает патриархия, там написано, когда что? Сразу больше половины ушли. Смотрят тут старички, молодые стоят. Он им говорит, у кого желание есть бриться, я вас не отговариваю. Вы искажаете образ Божий. Но исповедовать я вас не буду. А кого исповедуют? Ты как женщина. Когда борода будет, тогда придете сюда. Отклынули, человек десять осталось. Ну, теперь пошли на исповедь. И никаких 150 нет. Это улица. Улица. А мы когда считаем 5.23 Деяния апостола, там написано, из посторонних никто не смел пристать к ним. Никто. Вот у нас возле храма, у нас не просят, милости не нет. Мы сразу разузнаем, помогли ему и до свидания. А не так, что тут и напьются, и валяются, и дают. У нас абсолютно этого нету. А то нельзя выполнить. Я говорю, ну ничего не делали. Начали делать, и получится. В храме тишина. Торговли нет. Свечи никто не ставит. Воск купили, бабушки чистенькие, слили свечи. Сколько надо, батюшка ставит. Аромат. А не то, что зеленая, синяя, парафина, что-то нету. Чисто восковые. Об этом Серафим Царовский говорит. Вот один раз мы поставили за это все, и свеча у нас должна догореть, помигать и погаснуть. У нас не имеет права ее тушить никто. Почему? Это воровство. Написано, все сожжения и жертвы. Все сожжения. 50-й псалом. Все сожжения, она вся должна сгореть. А это маленькое дело. Маленькое, но маленькое надо быть верным. Не воровать. Конечно, кто ворует, я ему недоволен. Он мной недоволен. Он найдет причину какую, будет говорить другое. К нам пришел он такой, где там хозяйничает. Он не знает, куда сунуться. Я зашел, тут большой у нас храм. Он был военным когда-то, потом там другое было. И, наконец, отдали его. Он прямо на центральном проспекте Ленина стоит. Я зашел, маленько погодя, заходит мужчина. Папироса в руке дымится. В шапке и с собакой. В храм зашел. Киоск, она-то его не видит. А я ему потихоньку говорю, папиросу-то не надо. Он не курит, а она дымится у него. Я говорю, выйди сюда. Он вышел. Я говорю, это храм божий. Кажется, с собакой зашел. Теперь храм освещать надо. Что ж ты делаешь-то? А я не знал. В это время меня заметили там из алтаря. Мигом выскочил послушник какой-то. Вы что ему говорили? Я говорю, в храме нельзя с папиросой горячей. Это и собака, и в шапке. Это не ваше дело. Мы сами разберемся. Идите у своих баптистов там учите. Какие баптисты? Кого я там учить? Это ничего не значит, я говорю. Господь свидетель. Я ему хотел ради чистоты храма. Никаких уходите отсюда. Но это тоже испытание. Не по головке гладит. Говорит, ты когда делаешь добро и поносит, твое добро дороже будет. Оно с трудом пошло. Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут, как неугодное, сыну человечеству. Велика ваша награда на небесах. Вот думай об этом. И все остальное. Я вот этих гонителей только прошу, Господи, да прости ты ему. Это безумие, это ложь. Там суд, там веки вечные. Человек пойдет, помилуй его. Он не знает, что творит худо. Его обольстели. Он около батюшки крутится и думает, что это спасение. А батюшка сам ничего не знает. У нас икона в Новосибирске большая. Икона. Картина, как нарисована в храме. Сатана в ад тащит. И на первом месте там епископы, архимандриты и эти демоны со всех сторон. А уж наша братва сзади идет. Ну, это все. Да. Спасибо. Хорошо, что вы пришли. Хорошо. Вот. Поэтому у нас очень богатый YouTube. Много людей. Я вот беседуюсь. Вот если зайти, сегодня поставил беседу с мусульманами. Вот в Казани, когда встречали, там один из такой, он как-то не татарин, там туркмен или кто, ну, тоже из мусульман. Он приезжал, крещение принял. И они как-то похожи с Вячеславом даже. Ну, да, у него мама татарка. Ездра звать. Это первый в России Ездра. Его нет в святках. Мы его просили священника назвать. Это единственный святой в Ветхом Завете, за которым нет упрека. И так много он сделал. У него здесь три книги в Ветхом Завете. Он вывел народ из плена, отстроил стену. И с Неемией устроили всемирный развод. Они там поженились на язычниках, а это нельзя по закону. И как они их отпустили? Это все он один. С Неемией. А его нет в списках, потому что он не монах. Монахи канонизируют. Как Андрей Кураев говорит, захватили небо. За тысячу лет в России ни один мирянин не канонизирует. Ни один. А почему не канонизирует? Был работник таможни. Работает нормально. Работает на аэродроме, где-то взятки не берет. Разве это не достойно похвалы? Ну, наверное, это недостаточно. А недостаточно. Надо быть монахом. А про монаха ни одной строчки нет в Писании. Написано, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. А Златоуц это понял, когда уже в ссылку сослали. Давай монастырь распускать, и идите проповедуйте. Если бы не проповедовали, еще бы и не было. А мне кажется, проповедовать надо своей жизнью, а не вот так ходить. Нужно, ты сначала должен сам состояться, как православный христианин. А если я сама еще ничего из себя и пошла проповедовать, скажут, вот она какая, сама от ничего, а вот ходит еще тут. Что-то выслушать. Это так. Вот Андрей Ткачев, такой священник, слышали? Да, слушал проповедовать. И говорит, вот люди узнали о смысле жизни. Узнали, но не у нас в православной вере. Они узнали, что Христос родился, но узнали не у нас, не у православных. А это наши прихожане. И наши прихожане узнали, что Христос умер за их грехи. Перечисляйте. Узнали не у нас. Они все это узнали у протестантов, у баптистов. Как отвечать перед Богом будем? Миллионы ушли, миллионы. Храмы-то пустеют. А которые стоят-то, ничего не знают с улицы. Это наконец уже дошло до такой степени, что уже с капитрю говорят. А я говорю об этом все 57 лет, как обратился. Где слово Божие звучит, там обращение идет. Потому что вышел сеятель сеять, а не сеять, там один сорняк и растет. Когда сеешь, одна четвертая прорастет. А не сеешь, что-то будет. Ну, картошку не сади. Осенью пришел с лопатой, куда идти? Там ничего нету. Поэтому надо говорить, надо молиться. А уж как Бог даст. Мы можем говорить, это благодать призывающая, Феофан Затворний говорит. А если человек покается, благодать обращающая. А еще есть третий вид благодати. Это освящающая, что священники преподают крещение, литургия, причащение. У сектантов этого нет. А у православных первое два нету. Пришел, отстоял и ушел. А раз, не зная, причащается, многие больные, немало умирает. Они не рассуждают о теле Господнем. Так что кладбища все эти на совести тех, кто не научил. Может, еще какие вопросы есть? У меня вопрос еще такой есть. Мы со Славой все время спорим, с Вячеславом. Я ему говорю, что важнее аскетика, умная молитва, соблюдение всего, борьба со страстями, с гордыней, с тщеславием. А он считает, что важнее именно проповедовать, вот раздавать Евангелие, что это более важное делание. А нет, оно не то, что сказать. А я вот говорю, что важно именно себя сначала. А он считает, вот, и мы все время спорим. Я говорю, вы сейчас за собой следите. Я не знаю, у меня вот страсти лезут со всех сторон. Хожу на исповедь, там грехов, там портянка. Мы думаем пойти сегодня раздавать Евангелие. Но мы перед этим-то молимся. Без молитвы куда? Выходим из дома, молимся. Книги грузим, молимся. И раздаем с молитвой, и приглашаем в храм. Без молитвы-то вообще нет. Так нельзя молитву и благовестие разрывать. А не вместе. Ну, мало важно обедаешь. Главное молиться. Ну, молиться не обедай. Еще с тобой будет. И поэтому мы молимся перед обедом, во время обеда едим. И после обеда благодарим Бога. Молитва предвосхищает любое наше действие. Прежде всего. А я еще прочитала, что нельзя благовествовать, если нет на это благословления. Всего. Ну, скажем, что в церкви есть специальный отдел, который благословляет на проповедь. Вот Олег Стеняев, батюшка, сказал, что вот кого благословили, тот имеет право. А если не благословили, то вы не имеете права. Ну, вот конкретно, вот чем-то таким уж очень активно заниматься. Я вот посмотрела и думаю, ну, вопросы какие-то просто возникли. Сама я вот не очень понимаю. А вот возьмите, могут они благословения дать на дыхание? Ну, на это уж нет. Тогда дышать нельзя. Это обман, все. Это придумали. Это хитрость сатаны, не человека. Вот бесноватый. Господь его исцелил. Он, я с тобой пойду. Нет, говорит, иди и возвести. Что Бог сотворил с тобой? Иди домой. Он не пошел домой, а пошел по городу и стал возмещать. А сколько он учился? Ну, час-два, больше не было. Господь пошел дальше. А ты иди и говори. Для благовестия ничего не надо. Мы благословлены. А то земные поклоны увидели. А как вы делаете земные поклоны? Надо, чтобы батюшка благословил. Ну, батюшка не выше Бога. Не выше церкви. Ну, нельзя так уже смеяться над благословением-то. Благословят он, может, то, что необычное для меня. Я поехал в дальнее путешествие. Мы доехали с Барнаула до Владивостока, до Лиссабона. Вот там нас епископ благословил, в Москве благословили. Мы где бы ни были, все нас благословляют. Все, кто видел, это трудно, это непросто. 120 тысяч километров прошли. 650 городов и сел. Мы подарок сделали только на 35 миллионов. Книгами моими. Мы поехали, заранее постились. Вот я решил насчитать Иоанна Златоуста. 12 томов. Пост. Я молюсь. Поехал к архиепископу. Он архиепископ был, Гедеон. Ему сказал, благослови. А если не благословить, я все равно буду делать. А благословение, это леча для других сказать. Это он благословил. А теперь, когда я ему пленки-то дал, он говорит, я Златоуста ни одного тома не прочитал. А нынешнее время поста 3 тома прослушал. Хожу, во дворе отдыхаю и слушаю магнитофон, где я насчитал. Я насчитал 12 томов Жития Святых, Библии, Добротолюбие. То есть 50 книг. Это очень непросто. Не считать, а насчитать. Чтобы было с выражением. Чтобы люди могли слушать, а не спать. Вот и Бог делает так. И поэтому благословение нужно везде. А священник не благословляет. А если не благословляет, значит он против. А раз он против благовестия, это антихрист, говорит Иоанн. Он антихриста делается. Кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, суть антихрист. Первое послание Иоанна. Иоанн, возлюбленный ученик Христа. Он должен только услышать и сразу же благословляю вас, щадо моих. А он не благословляет. У нас этого не было. Чтобы не благословляли никогда. Мы к этому готовимся. Вот мне говорят иногда. Вот видишь, у вас авторитет такой там, ну столько много. У меня посещаемость только 42 миллиона просмотров на Ютубе. Ну на вас авторитет ваш работает. Я говорю, а на мой авторитет 57 лет работал. Поэтому оно-то и так и восполняется. Я же не так, что сегодня раз уверовал и поехал куда-то. Но благовествовать стал я в первый же день, как обратился. На корабль пришел и сразу же стал говорить, что живем неправильно. Христос умер за нас и будет суд Божий. Так что, Софья Матеевна, мы должны в первую очередь обращаться к Богу. Мы молимся святым, мученикам. Но Иоанн Златоуст говорит, самая сильная молитва, когда молимся прямо Богу. И молится не кто-то помолить, я тебе копеечку дам, а когда молится сам человек. Вот это два условия. Богу и сам. А дальше мы молимся. Вот у меня десятка – это Иисусу Христу. Десять поклонов. Вторая десятка – Божьей Матери, Пресно-Деве Марии. Третья – Ангелу Хранителю. Четвертая – Иоанну Крестителю. Пятая – Христов Никола Чудотворец. Это – Пророки. Дальше – Святые Небесные Силы и Апостолы. Мученики и Мученицы. Десять я их поминаю. А тут я поминаю их много. Это – Святые Отцы и последние – Жены и Девы. Все. Помолился, проходит сейчас опять на молитву. И даже после этого не разговаривает, ничего не охота. Ты все еще там в молитве плывешь. Как говорил Серафим Саровский, чтобы ум плавал в Евангелии. Плавал. То есть я увидел воробья, и у меня сразу мысль. Недверь и малая птица продаются. То есть я куда ни гляну, и все у меня из Писания. А как так? А потому что в этом живем. Мы живем, радуясь, что с нами Господь. И у нас должна быть радость. Не так, что я уверовал, теперь я нагнулся, боюсь, и, говорит, в бороде капуста. Ну, не так. На Павел, говорит, радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Великая радость, что Иисус воскрес. Он умер за меня и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Он говорит, я жизнь отдал тебе, а чем воздал ты мне? На Голгофу на распятие Иисус идет, струи крови по дороге из раны льет. Это мой пришел Спаситель Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным с раскаянием иду. Грех мой кровью причистое смыть молю. Да, смыть молю. И Павел говорит, помыслите о таком поругании он претерпел. Он возлюбил нас, когда мы были гречниками еще. Доказывает этим нам любовь. И разговоры все сводятся о любви Божией. Потому что это главная тема. В мире есть одна только книга Библии и одна личность Христос. И это сказал мне православный. Я не боюсь это сказать. Мартин Лютер. Откуда они, Лютеране, идут? Хорошие слова, да, хорошие и краткие. Мы многое что-то считаем. Но мы должны смотреть по Библии или нет. А так, батюшка, благословишь эту книгу? Он ее в глаза не видал. Вот пишет, по благословению патриарха. Сколько книг издают, ему за 10 жизней не прочитать. Ну, спросил там, митрополит или кого, ты книгу читал? Нет. А какого-то диакона спросил. Он говорит, я читал, хорошая книжка. Ну, ладно, пускай благословение будет. Я знаю, как это делается. У меня брат благословляет, а он не считал, он мне доверяет. Еще я считал. Одна книга у меня 752 страницы. А их книг этих 33. Еще что, когда он их прочитает-то? Я 9 лет из-за компьютера не вылазил. 30 тысяч часов провел здесь. И поэтому надо понимать, что человек говорит. Есть такие условные, условные ответы. То есть, по общему трафарету. Женщина должна быть всегда в платке. Почему? Потому что в любой момент ей надо воззвать к Богу. Вот мы считаем, книга Неемия. Народ был в плену. А он там возвысил его, Господь. И он был в виночерпием у царя. Виночерпием это очень доверенное лицо. Через него могут отравить. И он однажды, вот считаем 2 глава, говорит, я стоял и подавал вино. А царь посмотрел на меня. Ты что-то печален сегодня? Ты болен? Нет, не болен. Я, говорит, сильно испугался. Сильно испугался. Как Салин с человеком говорит, а он генерал. А глаза бегают. У тебя что-то глаза сегодня бегают. Все. В углах и пропал человек. Вот это тогда было. Он, говорит, я сильно испугался. А вокруг князья стоят, маршалы. Я помолился Богу и сказал. Он, как помолился-то, он только сказал, Господи, помоги. Больше он ничего не мог сказать. Я сказал, народ мой в пленении. Иерусалим разрушен. Храм разбросан и камни. Там рыкает враг. Как мне в не быть печальным? Он с царицей. И что ты хотел? Чтобы отпустил меня. Со мной многие хотят поехать. И он дал ему сопроводительное письмо. И чтобы ему отпускали деньги. Видишь как? Я помолился. Я вот об этом. Когда помолился? Когда стоишь перед царем-то. Мысленно, как молния сверкнула. Отец Небесный. Помоги. Он губами не шевелил даже. И Бог мгновенно ему ответил. И сердце царя взял и повернул к нему. Мне кажется, Бог не всегда отвечает. У него же написано. Заткну я свои уши и не слышу. Да. Ну что ж. Может быть, вот мне кажется, что нас грешников-то он и не слушает. Нет, Исаак женился. Год проходит, детей нет. А что такое евреев, детей нет? Это же трагедия. Это не то, что там у русских нет, да еще и сделает абортов 40. Так вот здесь. Он молится. Два года. Три, десять, пятнадцать, восемнадцать. Еще нет. Девятнадцатый. Он продолжает молиться и любить ее, Ревекку. На двадцатый год забеременела и сразу двойняшки. Мы про одного считали, Васильев. А то рекордсмен был. У него жена родила. Кажется, она 17, что ли, раз родила. 64 человека. 64 ребенка. 64. Там она по шесть раз, по шесть ребятишек сразу рожала. По пять несколько раз. Еще больше по четыре. А по три она там очень много рожала. 64 ребенка. Вообще. Даже четыре сегодня и то уже многодетные. Да. И главное, умерло всего три человека. Тогда медицина была слабенькая такая. Однако Бог так сделал. И фамилия сохранилась. Главное, его известно, как звать. А ее фамилию даже не сохранили. Никто не знает. А так сказать, что Бог слышит и Бог дает. И ты принимай и благодари. Получил или не получил, одинаково благодари. За все благодарите. Ибо такова воля Божия во Христе Иисусе. За все. И при том семикратно в день. За суды правды его. 118 посолом, 164 стих. Я это взял как эпиграф к своей пенсии. Вчера у нас собрание было. После богослужения. Я спрашиваю, кто молится семь раз в день. Ни один не поднял руку. Другой там шесть раз, пять раз. Я говорю, ну пенсионеры-то, большинство пенсионеров. Ну почему же? Ну заведи щетки-то. Ну в церкви продают. Ну возьми. Да начинает трудиться. Мы когда благовествовали, Евангелие по домам разносили. Я захожу, жара такая. Кто дома есть? Я дома. А кто это? Бабушка, я лежу одна. А что ж ты лежишь, баба? Смотри, какая погода. Так а что делать? Что делать? А ты знаешь, что Путин в Японии? Нет. Ну теперь ты знаешь, я тебе сказал. Почему ты ему не помогаешь? А как? Да хмались, благодари Бога, чтобы покушения не было. Царь Николай ездил, когда еще цесаревичем был. На него выскочил там один самурай. Это и рубанул его по голове. Видишь как? А что ж дети? Да дети все разъехались. Да как же ты воспитала, что у тебя никого, помощника-то нет. Ну она ничего не может сказать. Но я расшевелил, она встала. Смотри, я еще назад пойду, зайду. Если ты не встанешь, смотри, я тебе накажу. Все, баба заулыбалась. Давай трудись. Смотри, у патриарха сколько нужно, надо помощь оказать молитвенную. Ну и в церковь-то ходишь. Да какая церковь? Вот ты ходи. Так у нас деревни нету. А соседняя деревня есть. Попроси, чтобы отвезли. Ты ненужная. Ты лежишь, ждешь смерти. А ты нужная будь. Я как-то с одной бабушкой вижу, она дряхлая уже такая. Баба, а сколько лет вам? Евангелие это раздаем в деревне. А тебе сколько? Говорит вот так голос. Я говорю, баба, мне 75. О, да ты еще сопляк. А ей 96. Я так обрадовался. Говорю, баба, а я-то думал уже годы. Как я благодарен тебе, я сразу ободрился. Ну, сопляк, все там. Господь так делает. Чтобы мы радовались всегда. Вот мы с вами побыли вместе. И нам хорошо. Вот будет когда желание, будет что-то тяга у вас какая-то. Вы, Вячеславу, скажите, чтобы он настроил. И тогда мне заранее предупредите. И я вас приму. Я далеко не всех принимаю. Потому что у меня нет премии. Я ухожу из дома. Я все сказал, чтобы меня нету, позвонили. Я скорее тогда домой поверну идти. Ну, разные свои дела. Ну, вот так я был дома, а вы меня тут и захватили. Очень удачно позвонили. Я вот постараюсь, может быть, даже сегодня, к утру поставлю наш этот ролик. И вы сами себя посмотрите. Ой. Спасибо большое. Спасибо. Отец Матвей, какое имя-то? Это Матфей, апостол. Это у русских Матвей. А там мы читаем Евангелие от Матфея. Вот. Батюшке вашему поклон передавайте. Пусть он заходит на наши ресурсы. У нас богатство здесь. Нигде в мире такого нету. У меня уже отошли ко Господу родители. Нет никого. Нет, ты священник в церкви когда? А священник в церкви у нас нет такого? У нас... Ну, вот с ним познакомиться, с этим, знаете, чтобы он на наши ресурсы зашел и нашим богатством воспользовался. Ладно, передам. Будем проповедуем, узнаем, какая нужда у кого. Это деревня у нас. Мы вокруг деревни только раздали 30 тысяч Евангелий. Это не игрушка. На каждое воскресенье мы ездили на благовестие. Народ разный. Кто-то принимает, кто-то... Ну, так, чтобы сильно лютовал против, такого не встретили ни разу. Ну, бывает, кто-то там что-то скажет, а что бы. Кому надо, сам придет. Куда он придет-то, когда ничего нету? А мы даем Слово Божие. И там написано на второй странице по благословению патриарха Кирилла Красного. Это очень хорошо помогает, потому что закон яровой вступился, и только патриаршевое издание там... Несправедливо. Ну, никуда не денешься, закон. И мы выдали каждому документ, что он прошел курсы, и на другой стороне копия свидетельства из отдела юстиции, что мы имеем регистрацию, мы проверены, за нами ничего не счастлива. И милиционер еще посмотрел и пошел. А других хватает, тащит. Закон пока позволяет нам работать духовно. Конечно, жалко, что когда людей за веру сажают, это не годится, вопреки Конституции. У нас вероисповедание в стране свободное. А вот свидетели Иеговы. Ну и что? Отняли у них, там 470 у них было зданий, зал и царств. Все отняли. На каком основании? А вы еще православный, вы еще иеговист какой? Не иеговист. Следующие сейчас принимаются за баптиста, потом и до нас заберутся. как было во времена, 1937 год. И у Гитлера так же гнали людей. Конечно, раз допустил Господь, терпи. Так, если у вас вопросов нету, мы будем расставаться. Да, спасибо Бог, спасибо большое. Спасибо, Христос. Спасибо. Так, ну я доволен, что вы пришли. Да, мы поехали. Слава Богу. Да, слава Богу, спасибо большое. Ну, завтра, может быть, к утру я сумею поставить этот ролик. Вы тогда соберетесь и послушаетесь. Скажу, вот такая была у нас беседа. Да, спасибо. Слава Христу. Ну что, до свидания. До свидания. Храни вас Господь. Продолжение следует...